Всем привет, друзья! С вами Неломоп, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Layers of Fear. Это дополнение под названием Наследие, кажется, так оно называлось. И сейчас мы с вами посмотрим, что у нас тут будет ждать в новой серии. Итак, смотрим, куда пойдем? Налево-направо? Мы всегда налево в этой... ну, пока что ходили. Давайте не будем изменять нашим традициям. Пойдем опять-таки налево. А был ли я тут раньше или нет? Сейчас стучит, сейчас все поднимается. Что-то уже сразу страшно так постановится, эй! А-а-а! Что за дичь такое поднялось? Похоже на кого-то волка или собаку. Ты кто такой? Сзади меня, что ли? Нет никого. Тень как будто бы падает. Это у зверя? Давай. Куда это я прищоль? Диванчик. А-а! Провалился. Опять провалился. Да что ж за дичь такая. О! Кукла. Кукла, стоять. Стоять, с кузок. А-а! Падает! Или это я падаю постоянно? Так, надо стоять на месте, что ли? Стою, не двигаюсь. Опять провалился. Ну, собака. За куклой. За мной. Собака бежит. Дуберман. А-а! Теперь на меня прямо. Не надо, не трожь. Не надо. Не надо. Это все вспоминания, видимо. О, приветики. Нет, 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 нет. О, это что-то лежит, по-моему, ценное. Что-то. Что ты наделала? Разбила его алкоголь. Ах, ты не хотела. Конечно. Это все меняет, правда? Где мой фонарь? Сейчас она чудесным образом станет целой. Ведь ты же не хотел. Разбил бампу. Давай, убирайся. Разбивай вещи у себя в комнате. Так. Что за ерунда произошла? Ну, разбила банку. Алкоголь, видимо, ему жалко. Да? И что? Диван. Не могу. Ах, вот как мне в комнату свою пройти? Сюда, что ли? Куда тут двигаться далее? Никаких ни дверей, ничего нету. Ничего-то ярко подсвеченного. Надо все на ощупь пройти. Темно, очень темно. Алло. Алло. Алло, очень-очень-очень темно. Не подобается мне это. Шкафчики какие-то непонятные. Это ничего нельзя двигать. Может, подушку надо схватить? Что с ним, диваном что-то сделать? Ну, я уже рассмотрел эту банку сполна. Что мне с ней еще сотворить? Какой-то тут проход, наверное. Бум. В стену врезался. Тут нет никакого прохода. Странно. А куда мне теперь дальше идти? Где-то должен быть какой-то проход. Везде тупики. Буду вдоль стен ходить. И смотреть. Внимательно. Какие-то вазы. О, дверь нашлась. Наконец-то. Долго я ее искал. Коридор. И сразу же дверь захлопнулась за моей спиной. Как обычно. Оп. Детские игрушки, что ли? Похоже, да. На детские игрушки. Клоуны. Ага. Вот он не пришел в свою комнату. То есть девчонка пришла в свою комнату. Давайте прочитаем, что здесь написано. Пропал код. Мистер Скутер. Награда. Все мои куклы. Адрес. Чего? Что это значит? Ой. Что это посыпалось? Куколки, куколки, куколки. Ну, как бы она пришла в свою комнату детскую, верно? И чего? И чего? Что такое? Коробки такие подарочные. О, солнышко. Наверное, нам сюда. Заперто. Ммм. Это нехорошо. А здесь? Хотя бы сюда меня пускают. Подсветка. Наверное, мне нужно к подсветке. О, котик. Нашелся. Что это такое? Хвост? Приделал коту хвост. Нам нужно найти какой-то ключ, чтобы его... А, колесо нужно именно найти. У него ноги нет. Понял. А где оно может быть? Это колесо. Какие-то... О, ступени. Может, надо на стол закарабкаться? Так. По балкам по этим? Аккуратно ползу. Кокошка. Тук-тук-тук-тук-тук. Это что, записка? Стол? Варенье. А, мы вместо колеса приделаем ему эту вот крышку от банки? А что здесь? Зачем я сюда подхожу? Не знаю. А я тут уже не спрыгну, наверное. Ай! Спрыгну все же. А как мне теперь вернуться к коту? Где кот? Ой. был наверное кот вот нашел тебе колесо смотри все теперь ты счастлив должен быть по идее котик смотрю такой чуть-чуть не тут присобачивала отвалилась не подходит не подходит вот ёшкин а туда сюда пойду это было не трогайте меня это меня стучит по башке по моему не получилось коту колесо приделать не подошло а я так старался искал этого кота так где мы код все также страдает нам тони он все также мучается нужно найти способ этого найти где-то в другом месте ему колесо какое-то нормальное там меня что-то за закоцали меня тем побили еще раз дойти что ли не подходит ему это на меня кто-то нападает постоянно и бьют меня опять меня бахнули то есть это неверный путь что ли дважды меня уже там ушатали ведь я появляюсь как будто меня обратно отбрасывает что неправильно неправильное действие сколько раз мне должны так стукнуть чтобы я а где мне еще это колесо можно найти тут же дверейники больше не было тут а что как 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 что еще приделать можно надо что-то найти какую-то вещь которая бы подошла вместо ему вместо ноги вместо так это что такое механизм может из часов какой-то вытянуть надобно вот здесь зачем то мы сюда же подходим к этому месту так ведь шестеренку вот о чем я и хотел чем я и думал попробуем сейчас вместо колеса ему вместо той крышки от от варенья приделать шестеренку котик давай вот так подойдет тебе где крутится тоже не подходит да что ж такое а как тогда быть но что тебе еще приделать а тут я больше не знаю где там у меня вечно вот нападает стучит присесть не могу фонарика мне нету мне вечно то бьет метода не пускают а что еще часы я со стола взял это взял да я как-то теперь даже в замешательстве не знаю что еще можно схватить где-то явно что-то где-то еще лежит что можно попробовать применить да но что опять на стол лезть мы полезли других мест я пока не наблюдаю которые можно было бы посетить здесь в этой локации шестеренку пробовал тарелка вряд ли варенье но тут больше ничего не и не берется стул стул может когда новая дверь открылась для нас вот она колесо я нашел тебя как металл тебе добраться как мне его достать там я нашел ведь колесо она там на полке сверху красное часы тут никак не пройти как туда наверх заползти куда запрыгнуть наверх через диван может быть можно закарабкаться как-то портрет как-то видоизменяется а там вон колесо есть вот оно колесико нашел но это уже точно колесо подойдет от такой же который которая под кошка потеряла один в один как не показалось да все она радуется она теперь меня она не путь будет освещать и перед смогу пройти дальше понятно еще и мяукает мяукает забавная кошечка частей тоже наверно трындец случится нет у меня огрели по башке а почему не понял я что не так я сделал не нужно двигаться может быть рядом с кошкой рядом с ней двигаться идти поехали я буду идти рядом с тобой теперь может надо рядом 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 с ней и тогда будет все хорошо мы вдвоем сможем отбиваться от этого монстра ты больна ты не в своем уме о способна здраво выслить он освещает мне путь меня темнота не может захватить я больше не могу это выносить когда нет рядом ты нам нужен ты нужен мне жена его ругает ого них интима не было совсем отвращение она хочет любви от него просто банальной любви и мочой он там обсыкается так это дверь которыми нужно зайти что котик ну что ты меня провел молодец ты мой спаситель а вон все котики он пошел в свою семью котячью это дверь которыми нужно будет идти или мне нужно за тобой двигаться маленькие котята так кажется нам нужно дверь ой а это мама наверное да вот да музыка судя по всему это мама мама привет что да нет все в порядке мне просто старинка попала в глаз вот и все на плачет будь хорошей девочкой и ложись спать папа работает так что не нужно его беспокоить маме нужно спуститься и принять ванну я люблю тебя ванну принять говоришь что ты с собой сделала мама она была не просто женой в первую очередь она была его музой нее красота и вдохновляли отца после пожара она стала обузой обузой мерзким визгливым монстром прикованным к постели якорем тянувшим его на дно ага она все-таки какой-то пожар произошел ее изуродовала и потом он перестал ее любить потому что внешностью я была но уже не такая как раньше и на ли была на кровати постоянно так девочка в огне ну так примерно мы с вами представляли этот ведь сюжет правда же с самого начала было как бы понятно что как-то так что завещание я цепляясь за остатки здравого смысла составила на настоящее завещание я объявляю все мои предыдущие завещание столь же бесполезными и ничего не стоящими как те как та шелуха которая называет себя моими друзьями коллегами своему агенту томасу колдвеллу я завещаю тех адских грызунов которые поселились в моем доме и надеюсь что они будут неустанно грызть его плоть и выпьют его кровь до сухо также как он поступил со мной своему издателю брестону я оставлю пламя сожжавшие любовь всей моей жизни надежде что огонь сожжет его вместе с гнусной шлюхой и визжавшим ублюдком который он называет своей семьей своему 2 адвокату джеймсу джерому сэндлеру я завещаю болезни истощавшие мой разум и душу чтобы он почувствовал себя таким же пустым и бесполезным каким он был для меня всем остальным паразитом ползущим на свет из-под по не панелой панелей панелей дома я не завещаю ничего к черту их всех наконец своей любимой дочери я оставляю все свое земное имущество чего бы это имущество не стоило я надеюсь что она поможет тебе раскрыть свой настоящий потенциал однако посещу последний самый ценный дар я передавать тебе не могу тебе придется найти его самой и верю в тебя и всегда верил ну и записочка то есть он не оставил имущество то имущество имущество это что такой хэнгри марвин рэл лейшон консьяр что-то все значит так тут у нас значит это мы папин кабинет исследовали до закончилась история с папином кабинетом таким образом мы с вами поняли что все-таки был большой-пребольшой пожар значит на чем мы с вами остановились подождите к мы детскую комнату посмотрели и здесь мы кажется с вами еще вот в этой части не были вообще верно ведь это последняя часть или тут мы в этой и в этой тут очень что-то темное а здесь что и не помню это спальня здесь мы кажется были я вот не помню граммофон не помню чтобы это тут стояло снова вспоминание я тебя слышу пожалуйста помоги мне каким образом больно я я больше не придержу и бьет кто-то кого-то там бьет мне нужно что-то сделать грамм это мама говорит дочери своей так что там с дверью какой-то было как будто бы она приоткрылась для меня в люке никто не сидит что здесь мама лежит и в шкафу плачет папа злится все злятся мама в кровати не может ничего делать потому что она после пожара была очень сильно травмирована понятно заводим вырисовывается история грустная печальная семейная история которой мама потерпела очень тяжелые увечья но я завел эту шкатулку и чего и не играют ничего никаких не дисков и вот ничего тут нет может это все это все было полностью это было вспоминание полностью которые мы с вами должны были прослушать просто и все ничего не это самое не завелось ладно идем туда финальную дверь это подозревает а финальная дверь где как раз и произошел пожар кстати когда мы играли в начале эта дверь у нас была всегда закрыта и тут была кровь и нам какая-то что-то за рисунок вы девочка перед дверью которая горит скорее всего раз здесь было и пожара с мама нет это детская комната значит после стольких лет после всего что я пережила сиди здесь нам с твоей матерью нужно поговорить это все что ты можешь мне предложить из всех возможных мест и выбрал эту комнату думаешь я глухой много воспоминаний именно эту комнату с которой связано бесчетное множество моих воспоминаний я же сказал тебе заткнуться зашел в комнату и котик маленький приятные воспоминания кубики я представила как он стоит здесь необычайно довольный собой уверенный в том что этот кусок холста каким-то образом все исправить девочки я представила чтобы я ему сказала и чтобы я сделала знаешь папа не стоило этого делать этого делать делать ох как она жрец он ее бил что ли звук горит или он поджог все сам я чуть не понял ой а свеча упала это девчонку засыпал только что откуда взялся огонь там же дом был заброшенный куда взяла свеча горящие на я ничего не поджигала сама по моему а он не тут закрывал почему-то зачем я тут закрывал этой комнатке маленькой наверное белый или издевался из или с мамой там разбирался ну как бы ругался и тут ее закрыл что ничего не слышала а как же ее детская комната они все игрушки вы видели она была пустая почему-то с детской комнаты все было вытащено и перенесено вот в эту маленькую комнату что-то кладовку да мне кажется дошло короче три какая была ситуация случился они вначале были проблемы с семьей до с мамой мужик закрывался этот отец закрывался своей мастерской бухал рисовал картины иногда выходил смотрю на свою красавицу жену и ею воздушевлялся она была его музей потом маме это все надоело что она не чувствует нету никого ни секса ни любви ничего нету и итоге она на этой на этой почве может быть и ухо у нее поехала короче как-то каким-то образом непонятно каким она себя сожгла либо какой-то был реально несчастный случай либо на специально себя сожгла из-за этого всего когда она сгорела папа просто был в ярости просто муза его пропала грубо говоря уже не то той красоты рядом с ним и все у него все пошло наперекосяк за мамой нужно ухаживать она лежала в этой кровати и никогда какое-то время за ней ухаживали но потом судя по всему либо отец сам мать убил либо же она сама умерла мучаясь на этой кровати и после этого отец решил дочкину дочкину эту всю ее комнату перенести в эту кладовку маленькую закрыть ее там чтобы она там сиделок можно больше времени а в то время он взял свою жену и хотел ее как будто бы восстановить хотел сделать ее красивой и он поэтому палец ноготи там что там еще брал кусочек крови кожи кусок волосы он брал части тела своей жены пытался воссоздать ту красоту которая была ранее которая была самом начале который он любил но ему из-за того что у него он тоже бухал у него всякие бредни в голове происходили и закрасить за этого ему казалось что у него картина не получается мы видели столько портретов каждый раз рисовал рисовал а он все равно не вспоминание было то что жена его погибла уже и погибла таким ужасным образом и он себя и винил за это и плюс он еще и бухал к этому всему и плюс еще и на дочке то все отразилось но а отец непонятно что случилось с отцом он не погиб же никак он где-то остался в живых почему завещание писал он сам себя покончил жизнь с собою с отцом не ясно что случилось но почему-то дочка его пришла потом в дом захотел разобраться ее тоже завалило деревья этими досками никаких демонов самом деле не существовало это все было алкоголь и это все было не в голове просто просто помешательство такая игра честно говоря запутанное можно себя гадать и думать что же там на самом деле произошло но если у вас есть какие-то свои предположения как вы видите эту всю картину которая нарисовалась у нас по итогу то пишите свои комментарии под видео роликом вот этим и можем с вами пообсуждать подумать вместе я тоже почитаю может что свое еще напишу тоже вам буду отвечать что возможно я что-то не понял возможно что-то недопонял в этой игре но я вам в принципе в конце объяснил как я это все вижу на этом мы и завершаем с этой игрой layers of fear и завершаем с этим дополнением также инхири тэнс наследие до завершаем с эти с этой вот игрой и плюс дополнением и я знаю что есть layers of fear 2 и наверное я его тоже пройду вторую часть мне было бы интересно посмотреть что там же будет во второй части что там разработчики для нас подготовили увидимся следующих видеороликах с вами был не ломоп и всего вам хорошего всем пока пока